То, о чем мы расскажем вам сегодня, очень важно. Корреспонденты Информбюро приготовили для вас самую актуальную информацию. Здравствуйте, я Аскар Миндебаев и смотрите прямо сейчас. Буду жить здесь. Многодетная мама собирается ночевать в столичном филиале партии Нуратан. Чего добивается женщина? Хорошо. Помогут ли ей решить проблемы? Повторная прививка. Второй этап вакцины продолжили препаратом, выпущенным в Казахстане. Мы никого не заставляем. Это добровольная вакцинация. Сколько доз сегодня развезли по медучреждениям? Хочешь жить вечно? Перебежи квартиру. Жительницу Карганды выселяют из собственного жилья. Мы не понимали, мы как слепые котята. Как квадратные метры перешли в собственность одной из религиозных организаций? Санитарные врачи требуют привлечь к дисциплинарной ответственности судью. Разве не было? Мало прохождение, по чем себе? Как получилось, что представитель Фемиды попал на банкет, кто организовал подпольный той? И обо всем по порядку. В столице многодетная мать Акбаян Жалмурзаева намерена эту ночь провести в филиале партии Нуратан. Таким образом, женщина надеется решить свою проблему с жильем и нехваткой денег. В офис к партийцам она привела и своих детей. Наш столичный корреспондент Зарина Беремкул следит за тем, как развивается эта история. Сейчас она с нами на связи. Зарина, добрый вечер. И сколько времени женщина уже находится в здании партии? Добрый вечер. Я нахожусь перед тем самым филиалом партии. Сюда Баян Жалмурзаева пришла со своими четырьмя детьми примерно без четверти час. Женщина поднялась на второй этаж и пыталась хоть до кого-нибудь закричаться. Она просила компетентных чиновников решить давние проблемы ее семьи. Ранее она обращалась в парламент и министерство. Семья живет на съемной квартире. Квартире на аренду и комуслуги приходится тратить пособия на детей. Это около 47 тысяч тенге. И по вечерам Акбаян подрабатывает, продавая цветы. Отец семейства пока работать не может, находится в больнице. Во время ожидания женщине стало плохо, ей вызвали медпомощь, но руководители к ней навстречу не спешили. Позже нас самих не пустили в здание без объяснения причин, пообещав, что переговоры чиновников с многодетной матерью все-таки состоятся. Мы ее примем, выслушаем и дальше будем. У нас что-то опять? Вот это я сказать не могу. Почему? Я за руководство не решаю. Зарина, и чем же все закончилось? Как рассказала нам сама многодетная мать, к ней приходил Аким Алмазинского района Бегтимба-Есполов. Но вопрос так и не решился. По словам женщины, ей даже якобы угрожали отобрать детей. Сейчас она до сих пор находится в этом здании. Спасибо, Зарина. Будем и дальше следить за тем, как разрешится эта ситуация. Фонд Бергемос выделит 2 миллиона тенге семье, в которой пятеро детей погибли при пожаре в городе Жанатас. Малыши, старшему из которых было 6 лет, а младшему 7 месяцев, отравились угарным газом, пока мама отлучилась в магазин. Их уже похоронили. Я вышел, здесь был дым полностью. Обратно зашел, оделся, фонарик взял, побежал в третий этаж. Хотел зайти, не мог зайти. Там невозможно было зайти. Дым такой. У них потолок тоже вот такой же. Вот он горел, по-моему. Возгорание произошло на площади 16 квадратных метров. Предположительно, дети играли с огнем. Пожар унес жизни трех девочек и двоих мальчиков. Соседи рассказали, что пытались спасти детей. Увидев дым из окон, взломали дверь. Нашли четверых малышей и на своих автомобилях повезли в больницу. Но было слишком поздно. Тело еще одного ребенка позже обнаружили в квартире пожарные. О родителях известно лишь то, что семья благополучная. И прежде никаких проблем с детьми не было. К другим темам. В стране стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. Однако теперь медработникам будут ставить российскую вакцину «Спутник Ви» карагандинского производства. Препарат прошел процедуру регистрации на территории Казахстана. Медики уверяют, что она эффективна и желающих привиться очень много. Ардак Камал следила за транспортировкой. Около 2000 доз российской вакцины «Спутник Ви» карагандинского производства прибыли сегодня в Алматы. Ее будут повторно ставить медработникам, которые привились в первых числах февраля. В специальных машинах для переноса вакцины держится минус 22 градуса. Главное здесь сохранять температурный режим. Поэтому в поликлиниках груз встречают со своими передвижными морозильниками. И уже потом «Спутник Ви» переносят в стационарные холодильники для хранения до начала вакцинации. Ревакцинация должна проходить через 21 день после первой прививки. Даже на втором этапе у людей могут возникнуть озноб, повышение температуры и головная боль. Официально никаких реакций либо осложнений мы с 1 февраля по 19 февраля не регистрировали. У нас, наоборот, больше желающих, и люди хотят получить вакцину на данный момент, нежели те, кто отказывается. Поэтому мы никого не заставляем. Это добровольная вакцинация. Следующую партию «Спутник Ви» в большем объеме привезут в марте. Тогда ее получат учителя и полицейские. Власти обещали, что до конца февраля во все регионы страны поставят около 90 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» производства карагандинского фармацевтического комплекса. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. А в Караганды санитарные врачи потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности судью, попавшего на видео во время банкета. Ролик сняли месяц назад, но в сети он появился только сейчас и вызвал множество вопросов. Вот так поговорил судья областного суда Еста Исабеков с мониторинговой группой, нагрянувшей с проверкой. Оказалось, что в тот вечер в ресторане и в большой компании отмечали юбилей мамы судьи, и это было еще 21 января. Однако протокола об административном нарушении в отношении Еста Исабекова нет, как и его объяснительный. После публикации видео судья сообщил санврачам, что организатором банкета был его брат, он же и заплатил штраф. По данному факту проведена служебная проверка. Материалы направлены в комиссию по судейской этике филиала Союза судей по Караганинской области находятся на рассмотрении. О принятых мерах будет сообщено дополнительно. А жители Актау устроили грандиозный той для молодоженов прямо в подземной парковке одного из ЖК. Видео необычного торжества распространяют пользователей социальных сетей. На видео мужчина проводит экскурсию по парковке с накрытыми столами. Говорит, что подобных мероприятий еще нигде не было. По его словам, парковка предназначена на полторы тысячи машин. Примерно столько же гостей якобы было приглашено на это мероприятие. В департаменте полиции Мангоставской области сообщили, что личности участников праздника уже установили и материалы переданы в мониторинговую группу при Акимате города. А вот в администрации жилого комплекса заявили, что проводы и невесты прошли без их ведома. И разрешения на мероприятие они, мол, не давали. В Аргентине не утихает скандал вокруг тайного вакцинирования влиятельных людей. Выяснилось, что кроме высокопоставленных чиновников там фигурируют имена известных журналистов. Кто уже потерял свое кресло и что еще происходит в мире, расскажет Наталья Райм. Спасибо, Оскар. Министр здравоохранения Аргентины уволился из-за скандала с вакцинами. Он подал в отставку после появления публикации о людях, которые получили прививки от коронавируса в обход необходимых процедур. Как минимум 10 чиновников сделали инъекцию российской вакцины «Спутник Ви». Хинес Гонсалес-Гарсия опубликовал у себя в Твиттер сообщение, в котором признал, что все это произошло в результате непреднамеренной путаницы в министерстве, возникшей в его отсутствии. Кстати, в Израиле нет дефицита вакцины, но темпы вакцинации существенно снизились. Израильтян заманивают на вакцинацию бесплатной едой и напитками. Раньше мы беспокоились, но в связи с предстоящими ограничениями выбора у нас не осталось. Ну а сейчас пришли и приятно получить пиццу и кофе бесплатно. В Южной Корее провели учение по доставке вакцины от COVID-19 в больницы. Это уже был второй этап тренировок по транспортировке доз препарата. Правительство одобрило вакцины от AstraZeneca, от Oxford и Pfizer. Первая будет производиться в стране по лицензии, вторая – импортироваться. Прививочная кампания стартует 26 февраля. По официальным данным подтвержден заказ на 79 миллионов доз при населении в 51 миллион человек. За время пандемии в Южной Корее заразились 86 тысяч жителей. Полторы тысячи из них умерли. Вооруженные силы готовы распределять вакцину быстро и безопасно. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши люди смогли как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Через несколько дней в европейских странах должен прекратиться локдаун, объявленный еще в начале декабря прошлого года. Но ВОЗ опасается, что это станет началом нового всплеска заболеваний. А во Всемирной медицинской ассоциации предлагают не торопиться с принятием такого решения. Оскар? Спасибо, Наталья. А вот такая деталь упала в один из дворов в Денвере. Это не что иное, как обшивка двигателя самолета Boeing 777. В компании уже заявили, что руководство Boeing предлагает приостановить использование лайнеров с этим типом двигателей. Заявление последовало после инцидента с горящим двигателем во время полета. Это случилось в минувшие выходные. Самолет авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки двигателя во время рейса на Гавайи. Обломки упали на жилые кварталы. Они посыпались на город Брумфилд в штате Колорадо, где по меньшей мере один местный житель обнаружил их прямо у себя во дворе. Полиция оцепила место происшествия. Самолет смог вернуться в Денвер и совершить аварийную посадку. На борту лайнера находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Продолжаем информбюро. Уже больше 28 тысяч казахстанцев использовали свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий. Большая часть вкладчиков, у кого был излишек, потратили деньги на погашение или оформление ипотеки. И только около 4 тысяч человек полностью выкупили жилье за счет своих пенсионных накоплений. Тем временем риэлторы говорят, что из-за того, что на рынке творится неконтролируемый хаос, сделки срываются. Цена на квартиру может поменяться на следующий день. Рынок недвижимости продолжает штормить. Нестабильность цен приводит к срыву сделок. Это не нравится и самим риэлторам. Клиент сегодня договаривается об одной цене, а завтра продавец настаивает уже на другой. Люди приходят к застройщикам, выбирают жилье, договариваются. Что приходят через три дня и стоимость уже другая. Я думаю, что здесь, да простят меня застройщики, но возможно есть смысл установить какой-то единый порог стоимости за квадратный метр. Чтобы это было все в разумных пределах. Но естественно, учитывая инфляцию. Если некоторые считают, что регулирование цен необходимо, то другие с этим не согласны. Говорят, что со временем стоимость квадратных метров уравновесится. На рынке наблюдается и другая тенденция. Например, жилья эконом-класса, которое раскупает, как горячие пирожки, не хватает. А дорогого элитного хоть отбавляет. И на него всегда есть спрос. Специалисты говорят, что застройщики гонятся за большой прибылью. И предполагают, кто может стать их клиентами. Цены поддерживаются тем, что через него отмываются деньги. Условный какой-нибудь чиновник получил миллион долларов. Он его передает, допустим, своему помощнику. Говорит, значит, на вот этот миллион купи квартиры. Сколько? И вот он приходит домой и вот так несколько квартир подряд скупает. Поняли, да? Вот откуда ощущение, что очень много спроса. Впрочем, пока есть чем подогревать рынок. Будь это пенсионные деньги или госпрограммы, стоимость квадратных метров будет расти. Другой вопрос, насколько разумно. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. Казахстанцев будут штрафовать за долги. Пока это только проект закона и коснется он жителей многоэтажных домов, не оплачивающих взносы за капитальный ремонт общедомового имущества. Проект поправок и дополнений в закон рассматривают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. И сейчас он размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Если их примут, то неплательщиков сначала будут предупреждать, а потом уже штрафовать. И сумма штрафа пока не называется. В Карагандух женщина может лишиться квартиры из-за своей религиозности и доверчивости. Татьяна Судоргина уверяет, что под давлением отписала единственное жилье за долги пастора церкви Свет Миру. Женщина обратилась в полицию, а пастор покинула страну. Людмила Батюшкина с подробностями. Татьяна Судоргина – бывшая прихожанка церкви Свет Миру, которую посещала 20 лет вместе с родственниками. Она уверяет, что в прошлом году служители церкви несколько раз убеждали ее взять кредит и заложить свою квартиру. Но недавно женщина лишилась жилья и уверяет, что сама не поняла, как подписала договор купли-продажи на сумму 15 миллионов тенге. Татьяна уверяет, что этих денег она не видела. Я сейчас просто осознаю, что вот именно психологическое давление было. Они так вот могли расположить, и вот я настолько доверяла, и понимая, что это не просто какие-то прихожане, это элита духовности. По словам дочери Татьяны и бывшей прихожанки этой церкви, они там дышали по особой технике, визуализировали, впадали в транс, кричали и плакали. Наталья Юшкова говорит, что уже два года в организации нет лицензий, но богослужения просто переименовали в чаепитие. Хотя суть та же, а кроме десятины прихожане должны делать жертвоприношения. Постоянно фраза была, вот вы если отойдете от Бога, Бог вас накажет, вы заболеете, вы умрете. На Татьяну Судоргину подали иски в суд и заемщик денег, это частное лицо и новые хозяева ее квартиры. Татьяна написала заявление в полицию на пастора, но сама она на контакт не идет. Зато шлют голосовые сообщения ее дочери. Ты вышла за мирского человека, поэтому Бог отошел. И ты забыла, что Бог, Он всемогущий. И у Него есть слово, и Он работает по слову своему. Подозреваемая покинула пределы республики Казахстан и находится в Российской Федерации. В настоящий момент сотрудникам полиции направлено поручение об оказании правовой помощи по установлению подозреваемой. В церкви с нами разговаривать не стали. А психологи объясняют доверчивость прихожан тем, что в подобных организациях играют на потребности человека в принятии и понимании. Только мы тебя поддерживаем, только мы понимаем. И родственники тоже зло, потому что они будут тебя отговаривать. Глубинное вербование. То есть, когда человек уже боится потерять вот именно эту секту, как людей, которые его приняли. По словам женщин, сейчас в суде и нотариусы, которые оформляли сделку, и участники этих сделок, в один голос твердят, что никаких пасторов не знают. И при подписании договоров те не присутствовали. Татьяна в полном отчаянии. Ведь если ее выселят, без крыши над головой останутся пять человек. Вся ее семья. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Волна антистроительных протестов накрыла Усть-Кариногорск. Ранее жители пытались отстоять школу, окна которой перекрыла бы многоэтажная новостройка. На этот раз вышли жители района, где запланировали строительство общежития, слишком близко к детскому саду. У нас здесь проходят трубы. У нас люди, живущие на пятом этаже, летом оказываются без холодной воды. То есть запитка будет в любом случае, либо от нашего дома, либо от соседнего дома. Это будут бесконечные проблемы и с водой, и со светом. Участок принадлежит застройщику, который решил возвести на нем четырехэтажное общежитие со столовой вплотную к детскому саду. Проект новостройки уже даже опубликовали на сайте Акима города. Встреча с застройщиком обострила конфликт. Владелец земли заявил, что от планов своих отказываться не намерен, а людей обвинил в проплаченном саботаже. Однако жители выяснили, что в документах по дорожной карте развития города прописан запрет на уплотнение жилого массива. Да и в отделе земельных отношений и градостроительства заверили, что не давали разрешения на застройку. Мы рассмотрели этот вопрос, и он получил мотивированный отказ. Мы обратили внимание, что земельный участок сложит застройки, очень маленький, тем более общительным просит. Это, во-первых, проверить по нормативам. Я так вижу, что не пройдет. Важная информация для наших зрителей. Со следующего понедельника, 1 марта, программа «Информбюро» меняет языковые блоки. Новости на государственном языке будут выходить в эфир в 20.00, а на русском – в 20.30. Изменения связаны с многочисленными просьбами наших телезрителей. Мы меняемся, чтобы вам было удобно. Не успели коммунальные службы расчистить сугробы после прошлого снегопада, как синоптики обещают новую снежную бурю. Непогода ожидается на большей части территории страны. Что нас ждет, расскажет Нина Шапо. В Кустанайской области столбик термометра опустился до минус 30 градусов по Цельсию, поэтому занятия в школах отменили. В ближайшие три дня снежно и морозно будет на всей северной части страны. Хотя во многих регионах коммунальные службы еще до сих пор устраняют последствия предыдущего снегопада. По словам синоптиков, теперь нас ждет новая снежная буря. Все экстренные службы привели в усиленный режим работы. С учетом сложившегося и первенного штормового предупреждения, хотели бы обратиться к жителям и гостям нашей области. Не планировать в эти дни какие-то выезда, не покидать населенные пункты, быть предельно осторожными. Ждут непогоду и в Карагандинской области. Там снегопад придет на смену гололедицы. Уже сутки травматологи работают в режиме нон-стоп. С различными травмами к врачам обратилось 370 человек. В особенности больше у людей среднего возраста переломы рёбер, тазобедренного сустава, перелом бедра, перелом плечевых костей и также в вывухе. Метели на север и в центральную часть страны принесёт циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии. А арктический вслед за этим вызовет понижение температуры воздуха. На юге же вместо снегопада пройдут дожди с сильным ветром и туманами. Ощутимо похолодает. Метеорологи признаются, пока точно назвать сроки прихода весны не могут. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай.